Это микрорайон, где живет Лида, прямо в центре находит. Как называется? Давай рассказывай. Девушка купила квартиру в Алании. Думаю, какая молодец девушка. Мошенники, 100% мошенники. Таких цен в Турции нет. Это как много. Мы продаем машину. Кто ее купит за три дня? Воды горячей нет вообще. А вот, ребятки, вот эти и бочки. На рыбных рынках пахнет по-другому. Стоит 10 пир. 80 рублей. Это Рэдисон. Куда ты летешь? Все русские понаедут. Там Мюк находится, как я уже сказал, 30 километров от Мерсина. Если вам надоел бассейн, оба, и море. Что идиота. Попомните, ребята, мои слова. 300 километров, 3 часа в пути. И мы из Каппадокии приехали в небольшой городок. Томюк называется. Томюк – это городок в провинции Мерсин. Находится в 10 километрах от районного центра Эрдемли. Мы заселились в отель VM Resort. Здесь вот такая импровизированная парковка и куча-куча капусты. Давно Наталья капусту не видела. Не знаю, такое ощущение, что ее специально посадили, как забронировать вот эту землю, это место для постройки будущего либо отеля, либо очередного вот такого домика. Кстати, вот написано «Томюк». Здесь очень много новостроек. Это новый, бурно развивающийся район рядом с Эрдемли. Смотрите, сколько здесь многоэтажек. Прямо жилищный комплекс. Вы такие жилищные комплексы видите у себя в России каждый день в каждом городе. Откуда кошак спустился? Я с номером дуплей со второго этажа. Ребятки, мы приехали в поселок Томюк. Это рядом с районным центром Эрдемли, провинция Мерсин. Отель VN Hotel. Заходим. Огромная гостиная, зал. Есть кухня. Хотя, я повторяю, это не квартира, это номер в отеле, но есть даже кухня. Огромный холодильник. Водичка есть, телевизор, диван угловой, раскладной. Четыре стульчика. Здесь можете накрыть поляну на шесть человек, сидеть, кушать, обедать, завтракать. Рубрика из нашего окна. Моне, море, синее видна, Моне. Море синее видна, Средиземное море. И такой большой жилищный комплекс в бурно развивающемся районе поселка или городка Томюк. Томюк, даже правильно я бы сказал. Поворачиваю камеру вниз. А здесь, ребятки, бассейн. ВМ Резорт. Столик и три стульчика. Поднимаемся на второй этаж. Три ложа. Одна полутораспальная кровать и одна маленькая кровать. Банкетка и такое большое витражное окно. Сверху до самого низа первого этажа. Света вам будет, ребята, морем. Здесь же, на втором этаже, санузел, умывальник и душевая кабинка. Стоимость, ребятки, такой квартиры, точнее, такого номера в этом отеле для ноября месяца 2100 рублей. Все, мы вам показали номер и мы направляемся в районный центр провинции Мерсин. В город Эрдемли. Мы встретимся с одним очень хорошим человеком. Не пропустите этот выпуск. Расстояние от города Томюк до центра Эрдемли около 7 километров. Совсем рядышком. Вот, смотрите, я вам покажу сейчас, пока еду, вот этот райончик. Такой уже, как мы в России называем муравейник. Муравейник выстроили, ну такой нормальный муравейник с пальмами. Людей и машин пока мало. Видимо, еще не до конца этот район заселен. То есть, ребята, развивается. Томюк и Эрдемли развиваются. А рядом с домом, ребятки, как в вашем дворе, растут яблоки. А здесь растут апельсины. Апельсины, да? Апельсины же это? Апельсинчики, смотрите, какие. Но еще не дозрели. Вот еще зеленые есть, но много уже таких вот оранжевых. Хорошая девушка Лида. Вот это твой дом, да? Вид на море, да? Друзья, я читал, что Эрдемли, Эрдемлинский район, является рекордсменом в Турции по выращиванию цитрусовых культур. Лимоны, апельсины, мандарины. Вот так вот. Давайте теперь, ребятки, зайдем к Лиде и посмотрим на ее квартиру, которую она купила. Хороший дворик, необычный. Мандарины, апельсины, лайм растет. Вообще клево. Пойдем пешком, второй этаж от невысоков. Вот так вот. Друзья, хочу вам представить прекрасную, замечательную девушку по имени Лида. Она приехала в Турцию из Алтая. Мы с Лидой уже знакомы давно. С какого года мы с тобой? Ну, года четыре мы точно знакомы. Как ты решилась? Это вот прям просто моя мечта. Ты исполнила мою мечту. Я не решалась, честно скажу. Я как-то села работать. Я работаю фрилансером. Села работать и думаю. А, и мне сразу вот этот, знаешь, Яндекс Дзен, вот этот Яндекс Дзен, выходит всякие видеоролики, и там выходит видеоролик. Девушка купила квартиру в Алании. Думаю, какая молодец девушка, у меня денег нет. Такая, ну ладно, все. Посмотрела этот видеоролик, думаю, а у меня в кошельке всего 170 тысяч рублей. Думаю, ну ладно, 200 я насобираю. Какие 200 тысяч рублей и квартира в Турции. Села, а мне эта мысль как-то покоя не давала. Сижу, начинаю работать, думаю, интересно, а мне кредит дадут? Вот я работаю, работаю, а мысль такая, интересно, а мне кредит дадут? Думаю, ну а чем мне мешает посмотреть, дадут мне кредит, не дадут? Ну возьму на 3 миллиона. Почему на 3 вообще понятия не имела? Отдала заявочку. Вот, мне стали звонить из банков. Я думаю, что к чему мне из банков звонят, а я еще даже не посмотрела, сколько квартиры там стоят. Начала смотреть, сколько квартиры стоят. И там, оказывается, меньше, чем за 5 миллионов купить невозможно. 5-6 миллионов. Думаю, ладно, пойду на Авито. Зашла на Авито и, в общем, увидела у продавцов этой квартиры. И все, я когда увидела эту квартиру, это все в один день, буквально 3 часа прошло. Банки звонят, эту квартиру я увидела, думаю, где мне взять эта квартира, стоила 300 тысяч лир. Ну, по тому курсу где-то 2,5 миллиона рублей. Мошенники, 100% мошенники, таких цен в Турции нет. То есть, если разводят, нужно понять, в чем фишка, в какой момент. Наскала накапываться, искать, да, как это происходит. Я начала им писать схему, вычислять. Главное, деньги не отдавать, думаю. В голове стоит самое главное, деньги не отдать. Самое главное, думаю, а у меня где? У меня нет этих 2,5 миллионов. Начала им писать, а они мне сняли обзор этой квартиры. Я думаю, какая же она классная. Я думаю, не, наверное, от моря далеко. Говорю, а от моря она сколько? Они говорят, что-то там сказали 500 метров, что ли. Я думаю, да нет, такого не бывает. Ну, может быть, там 5 километров, 6 километров. Ну, не 500 метров за 2,5 миллиона. Они говорят, все с мебелью, все, вот так вот, как видите, все продается. В спальне два источника света у меня. Вот этот был, а вот этот по периметру я сделала желтый. А по стоимости во всю квартиру вот этот желтый, и там будет в зале синий, такая же подсветочка, где-то 5000 рублей вышла. О, какой красивый комод. А он здесь уже был, или ты его купилась? Нет, тумбочку, комод и вот этот шкаф я купила. Кстати, мебель здесь очень дешевая. Вот за тумбочку и за комод я отдала еще там, вы потом увидите на балконе мебель. Вот за это все я где-то отдала 12 тысяч рублей. И за шкаф я где-то 7 тысяч рублей отдала. Вот это окно. Смотри, какое оно огромное. Ай, вообще, ну вид просто панорамный. Оно на всю стену просто. Я привыкла в Кемере, например, там же вот такие вот маленькие окошечки везде, чтобы мало солнца проходилось, чтобы помещение не перегревалось. А здесь как эту часть можно открыть, там другую часть можно открыть. А там мандаринки. Не, ну вообще классно. Кушаем потом на пляж. Этот микрорайон, где живет Лида, прямо в центре находится города Эрдемли. И рядом, по-моему, здесь течет речка, я по карте смотрел. О, смотрите, какая красота. Это Бугенвилья, да? Бугенвилья цветет в октябре, в ноябре. Красивое, красивое вообще растение. Кусочек Азербайджана, Азербайджана в Эрдемли. Вот, смотрите, знаки. Кстати, флаг Азербайджана очень схож с флагом Турции. Вот и мной разрекламированная речка. Речка каменистая. Наверное, так она называется. Потому что здесь одни камни, земля и грунт. Предполагаю, что она к концу осени пересыхает. И, кстати, вон там виднеется в море. По идее, река должна впадать в море. Ребятки, я вам могу сказать, что это прямо вот город-город. Вот мы идем вдоль южной трассы Турции. Д-400, которая соединяет Мирсин и тянется аж до Людениза через Аланию и Анталию. Вот, Лида нас привезла, привезла, привела в кафе. Смотрите, все три одинаково заказали. Лида, как называется? Давай рассказывай. Тартелла какая-то? Нет, она называется Тантуни с йогуртом. Тантуни с йогуртом, да? Цена Тартуни, ребятки, 20 турецких лир. Тартуньки, Тартунички. Я им показываю местные кафешечки. Но ведь мы взяли Тантуни. Ток что выучил. Чтобы вам, ребят, было понятно, Тантуни похож на шаверму или шаурму. И еще сверху политосметаной. Прям похоже, да? И островатенько. И островатенько, да. Ну так, прикольно. Мне понравилось. Слишком все идеально. Да ладно, складывается пазл, да? Начала дальше выяснять, выясняю, выясняю, выясняю. И довыяснялась до того, что я, в принципе, ее купила, сюда перееду. Продам машину. Ну, кто ее купит за три дня? Ладно, я сейчас возьму кредит. Потом вернусь в Россию, продам машину. Вот, машину я покупала за миллион 35 тысяч рублей прямо с салона. И здесь мне пишет мой знакомый. У него свой автопарк. И он говорит, да, я как раз думаю покупать машину. А он из Москвы. Я говорю, а давай? Я говорю, а за сколько? Ну, неудобно 800 предлагать. Вдруг он скажет 600. Он говорит, за миллион. Я говорю, ничего себе. И он покупает, берет билеты, прилетает в Барнаул. Барнаул ночью покупает у меня эту машину. Ночью мы там кладем деньги на мою пластиковую карточку. Он уезжает на моей машине. И здесь пошло, что все банки мне стали отказывать в кредите. Я самозанятый. И в итоге один банк согласился. И я на оставшуюся сумму беру кредит. И приезжаю в Турцию. И это все случилось буквально за полторы-две недели. И обратного пути уже нет. Нет. Я вот до последнего пока деньги не отдала. У меня в голове стало. Ну, еще можешь отказаться. Ну, еще... Сама не верила. А все вокруг говорят, такой серьезный шаг. Ты прям такое сделала. У меня в голове почему-то. Ну, что я сделала? Я посадила себя в самолет. Я приехала сюда. Ну, и все. И начала жить здесь. Для меня это огромный шаг. Громоздкий. Такой невероятный на самом деле. Как человек со стороны, я тебе говорю об этом, что решиться на это далеко не каждый. Пошли в туалет. Пошли. В туалете тоже два источника света. Здесь первый, здесь второй. И, кстати, есть окошечки. Во всех туалетах есть окошечки. Есть водонагреватель. Ну, и, в принципе, современный ремонт. Это все было. Все вот это вот, все, что видите, все было. Даже ведро было. Вот, они мне его оставили. Воды горячей нет вообще. Горячей воды нет и не было никогда. Кстати, из плюсов, вот здесь, видите, уже под батареей выведены везде, во всех комнатах. Все газы ждут, когда он придет в город, чтобы подключить уже батарею. А где ее брать? Воду-то горячую воду. Вот водонагреватель. Бочки на крыше. Вот водонагреватель электрический. Ну, чтобы горячая вода во всех кранах абсолютно была, нужно поставить бочку. Кстати, у меня вот одно оно стоит. Вот тоже у продавцов спросила, как ставить бочки. Они пошли за меня договорились, за меня торговались. Потом, в итоге, мне поставили эти бочки, в переводе на русские деньги, получается примерно 12 тысяч рублей. И тебе пожизненно не надо платить за горячую воду. А вот, ребятки, вот эти бочки, да, про которые рассказывала сейчас Лида. Твоя бочка, нет? Очень-очень. Вот две бочки лидины, и они только две подключены к водоснабжению. И здесь вот такой красивый вид открывается на район, в котором живет Лидия. Вот, сами видите, набережная. Ну, сколько? Метров 100-150. Спортивная зона, зелень, скверы, парки, апельсины, лаймы, мандарины. Какая красотища. Тихий, спокойный, уютный городок для проживания. Приехала, я этих продавцов не знала, этот город не знала, эту местность не знала. Здесь никто не говорит по-русски. Я как бы была к этому готова. Я была даже готова к тому, что я приеду, останусь без денег и уеду назад. Это был самый худший вариант, который я тоже рассматривала. Ну, то есть, варианты какие-то разные в голове все равно как бы были, да? Конечно. В Турцию надо приезжать в квартиру покупать с наличкой. То есть, ты, по сути, везешь наличными деньгами 32 тысячи евро. Ну, вот они в сумке у тебя находятся. Я думаю, ну вот, мало ли что, просто возьмут. Ну, что я сделаю? Ну, жизнь не закончилась, хорошо. Да, я причем прилетала уже с сумками. Две сумки у меня были. Полностью с техникой, с компьютером, с кофемашиной. А эту квартиру я еще ни разу не видела. Вот. Ну, только на видео, вживую не видела. И те две квартиры в России я уже сдала. То есть, и первую, в которой жила, и вторую, которая сдавалась. Ну, все равно какая-то такая подушка, как бы, в России, она осталась. Ну, подушка-то осталась из денег, а из того, куда возвращаться, не осталось. Ну, я считаю, повезло. Вот. И за такую цену, и, как бы, такую квартиру. Наверное, ситуации, когда вот с тобой такие происходят, они тебя на прочность проверяют. Наверное. Наверное. Тебе это надо. Вот мне тоже кажется, если на старте очень сложно, то потом будет очень легко. Мы пришли на центральную площадь города Эрдемли. Смотрите, такая широкая площадь Эрдемли. Дворец какой-то, памятник, турецкий флаг и такая зеленая прогулочная набережная. Шикарная набережная, ребят. Пальмы, газоны, кафешечки. Все благоустроено. Заборчики маленькие, красивые. Скульптурные миниатюры. Он, мужик, что-то корову хвосты крутит. Мы пришли, ребятки, к городскому центральному пляжу. Сейчас уже ноябрь месяц. Шезлонги, зонтики убраны. Видите, никого купающихся нет. Хотя вода по градусам, я не поленился, посмотрел сейчас прогноз на местном сайте. 22,9 градуса. То есть 23 градуса вода. Спокойно можно купаться. Вот он пляж. Граничит с набережной. Вот такой благоустроенной кафешно-ресторанной зоны. И песок. Песок и море. Море средиземное. О, девчульки уже нашли местечко. Снимают стольки. Собираются загорать. Наташ, купаться будешь? 23 градуса вода. Лида, ты нас куда привела? На рынок. На какой рынок? Продуктовый. Местный продуктовый рынок. Смотрите, ребята. Конечно, я не знаю. Типично азиатский базар. Все с таким приятным колоритом и с запахами, ребята. Такие запахи только на рынках. На рыбных рынках пахнет по-другому. Там даже не пахнет, там воняет. 3 килограмма мандарин стоит 10 лир. 80 рублей. 75 рублей за 3 кг мандаринчики. 3 килограмма помидор. 10 лир 75 рублей. Прикалывает. Они почему-то в 3 килограммах все продают. У нас обычно в России в одном килограмме. За 1 килограмм. Тут в 3 килограмма. Эти, ребяточки, вот такие маленькие мандаринки, стоят 3 килограмма 5 лир. Это примерно 35 рублей. Это просто какой-то оазис фруктов. Инжир хотела попробовать? Инжир попробуй, ты что? Потом не отольет. Это, кстати, один из немногих рынков в Турции, где на товаре, у товара лежит ценник. Обычно как, блин, придешь на рынок, почем морковка, почем лук? Они тебе устно говорят, без ценников. А здесь ценники есть. Уберидная редиска. Видела когда-нибудь такую? Вообще первый раз вижу. Ты где ее такую набрала? Вардемли выращивают? Офигеть. Я думаю, тут на 5 порций салата одной редиски хватит. А вот редька. Ну, редька примерно похожа. Редька вот такая огромная. Наталья нашла супер-супер редисон. Редисон. Это очень маленькая. Это редисон. Авокадо, ребятки, по 25 турецких лир. Это примерно 150 рублей стоит килограмм авокадо. Это просто бомба. Если мягкие, то вкусные. Если не мягкие, то надо... Ну, это мягкие. Вон, прям мягкие. Это еще не мягкие, да? Советуешь киви взять? Они вкусные. Они отличаются чем-то? Они да. Они повкуснее и посочнее, конечно. Сочнее, вкуснее, да? Цена за килограмм киви 5 турецких лир. Это 40 рублей. Мандаринки, ребятки. 3 килограмма 10 лир. Это примерно 75 рублей за 3 килограмма. Все, ребятки, потратили миллионы и миллиарды. Купили килограмм киви, мандарины и немного авокадо. Цены радуют и ложатся приятно на сердце. Хотели еще купить персиков, нектаринов и клубники, но середина ноября не сезон. Ну, а как тебе сам город, в принципе? Я слышала, здесь вообще русскоговорящих-то практически нет. Здесь есть те, кто по-русски говорит, но это в основном казахи. А вот прям русских, вот как я, например, да, вот как ты, их, ну, я не видела. И как тебе вот вообще на улице там тяжело, там что-то тебе купить, например, надо, да, там, пойти в магазин, там, я не знаю, что-то спросить. Как пройти туда, как пройти сюда, там, я не знаю, куда-то там обратиться даже, вот как вот, изъясняешься жестами? Есть переводчики, в которые там говоришь, но они так некорректно переводят. Это ужас какой-то. Ладно, а потом есть жесты, и я пошла в школу изучения турецкого языка. Мне продавцы сказали, что здесь есть бесплатная для русских людей школа изучения турецкого. Прям именно для русскоговорящих людей есть такие преподаватели. Правильно поняла? Да, только там есть особенность. Преподаватель не знает ни русского, ни английского. Преподаватель только знает турецкий. Он знает только турецкий и язык жестов. И все, и мы и готовим на турецком, она показывает названия, она все это смешивает. Раз в неделю, то есть такие занятия, с утра до вечера. Вот здесь получается недалеко, мне идти где-то минут 15, но все люди с соседних городов съезжаются сюда, чтобы сходить в эту школу турецкого языка. Два месяца ты здесь живешь. Наверняка знаешь город, как пройти, куда сходить, как досуг свой провести. Вот расскажи немножко об этом городе. Что рассказать? Здесь туристов вообще нет. Что мне понравилось? Здесь есть огромная разница между той Турцией, которой мы привыкли, куда мы ездили постоянно отдыхать, и Турцией настоящей. Честно, я не ожидала, что будет так. Я прихожу на пляж, и я там одна. У меня за 100 метров от дома пляж. И там вообще нет людей. Я всегда говорю, мой пляж. Шикарно иметь приватный пляж. Она всегда одна. Больше никого нет. Есть городские пляжи, это прямо 100 метров от дома. Вот здесь везде растут лимоны. Это вообще место славится лимонами. Я, кстати, недавно можно просто пройти, сорвать лимон, принести домой, сорвать апельсин, принести домой, мандарин принести домой. У них это считается нормально. Если не с ведром идешь, то кто-то из русских говорит, мы с ведром пойдем и там наберем, с тазиками, пойдем наберем, варенье будем варить. Ну, такое лучше не делать, если один-два там сорвешь, ничего страшного. Для них мандарины, как для нас яблоки. Да, прям здесь яблоки, мандарины и апельсины получаются. Очень дешевые, ну, прям в сезон когда. Что меня еще здесь удивило, что люди не пьют алкоголь. Очень редко люди пьют алкоголь. Зайдешь в кафешку, у нас был день рождения у меня у подружки, мы здесь отмечали. Пришли в кафе, в одно нет алкоголя, в другое нет алкоголя, в третье нет алкоголя. Все местные сидят, пьют чай. Причем они пьют чай даже без десертов, без закусок, просто чай. А среди местного населения у тебя есть кто-то знакомый, может быть, подружки какие-то появились? Здесь в основном, если русские, приезжают пенсионеры. Это я по обзорам смотрела. А вот, по подружкам, нет, я работаю дистанционно, знакомые есть, конечно. Это вот кто продали мне квартиру, это риэлтор, она русскоговорящая, это вот соседи, с кем я общаюсь. В целом народ общения дружелюбные? Ну, мне кажется, да, хотя я не понимаю, что я не говорю. Вдруг она улыбается и что-то плохое говорит. Нет, может, они меня и посылают, но я не понимаю, конечно. И там что-то плохое говорят, но мне всегда кажется, что они обо мне заботятся. Я помню, были волны сильные, я пришла на пляж, они мне что-то говорят, а я вот в этот момент в истории снимаю, говорю, как они обо мне переживают. Что они скажут, дурочка какая-то, куда ты лезешь? Все русские понаедут, не боишься. А он, ну, мне кажется, они обо мне переживают. Вот это зеркало, кстати, я заказала сама. Зеркало, не знаю, я не через продавцов заказывала, либо мне такие люди попались. Получилось дороговатое. Но дороговатое это где-то 5,5 тысяч рублей. Приехали, замерили, установили. Как зеркало на турецком? Зеркало Айна. 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 Прямо здесь кухня. Здесь телевизор. Он, кстати, был. Две тарелки, турецкая и российская. Есть где-то 8 российских каналов и все остальные турецкие каналы. Я сегодня смотрю. С плит-системой была тоже все подключена. Два дивана точно так же раскладываются. Все здесь было, все в стоимость входило. И квартира, окна выходят на три стороны. Вот здесь, получается, с той стороны море, с этой стороны другая сторона от моря. Летом здесь прохладно на рассвете, здесь прохладно на закате. И третья сторона, здесь тоже есть окно. У тебя, получается, квартира однокомнатная, да? По российским меркам однокомнатная. Но здесь, если там смотреть объявление, всегда будут писать 1 плюс 1, 2 плюс 1. А что это значит? Плюс 1 это значит кухня. Но кухня всегда соединенная с небольшим залом, с небольшим холлом. Это плюс 1. 1 плюс 1, 1 это спальня. А 1 это, как правило, типа гостиная, которая объединена с кухонной зоной. С зоной для готовки. Вот, пожалуйста. Вот здесь вы можете жить, отдыхать, принимать гостей, спать, смотреть телевизор. И в то же время вы здесь можете приготовить еду. Окна в полы, такие небольшие французские балкончики, куда можно поставить там цветочки разные. Вот там ориентир пальма, там море. Сколько до моря идти? 100 метров идти, но минуты 2. 100 метров. Квартира бы дороже была, если этажом выше? Квартира была бы дороже, но продуваемость ее была бы выше. То есть, чем вид на море, это значит много ветра с моря. И много влаги с моря. Вот, если не вид на море, соответственно, ветер от моря не проходит. И вот этой плесени от моря ее меньше. То есть, лучше не первый, не последний этаж. Ну, где-то золотая середина. То есть, получается, здесь потенциальный покупатель должен выбирать. Плюс это вид на море, минус это влага и ветер, который дует с моря. То есть, он должен решить для себя этот вопрос, что он больше хочет. Многие хотят с бассейном, вид на море, но не понимают, что будет плесень, будут там какие-то, я не знаю, ветер будет дуть с моря. И придется дополнительно обогревать дом и дополнительно на это тратить свои деньги. Я вот слушаю тебя и восхищаюсь. Такая умничка, вообще такая молодец. Но одновременно как-то вот что-то вот страшное, я не знаю. Вот эта тема для многих, я думаю, интересна. Думаю, нашим зрителям тоже это будет интересно, так как у нас канал о путешествиях. Поэтому я бы хотела у тебя спросить, ты через риэлторов обращалась? Как ты вот покупала именно процесс покупки вот у тебя проходил? Вообще, по закону в Турцию можно покупать иностранным гражданам квартиру только через риэлтора. Но есть местные риэлторы и переводчики, а есть международные. Вот международные, это если зайти в Яндекс, Гугл, вбить там риэлтор, покупка, квартиры, например, в Турции. И там увидите такие цены, что ужас. Вот я, например, только переводчика спрашивала, она говорит, ну я возьму 1000 евро за свои услуги, просто чтобы в трех местах мне перевезти. Здесь мне переводчик брал, в среднем я и заплатила где-то 2000 рублей за все. То есть есть разница, 1000 евро или 2000. Но есть риэлторы местные, которые имеют на все документы, но делают это дешево. А есть риэлторы, которые в Яндексе, в Гугле, на русском языке размещают объявления. Ну да, и главное в этом у них все. И соответственно можно сразу там нолик или два нолика прибавлять. То есть найти их в принципе не сложно даже вот ввести где-то там в Гугле, в Яндексе. Здесь как получилось? Мне продавцы квартиры сами нашли местных риэлторов, потому что без этого иностранцам нельзя оформлять недвижимость в собственность. Они нашли тех, кто работает здесь и не дает такую рекламу. Причем из них они искали еще более доступную, чтобы сэкономить квартиру. То есть они являются посредниками, правильно понимаю? Риэлтор – это независимое лицо, которое подтверждает честность производимой сделки. У риэлтора должна быть лицензия, сертификат. То есть у них все это есть? Да, да. И они мне дали вот таких риэлторов, которым я заплатила, я сейчас скажу, 2000 лир. Это примерно 17 тысяч рублей. То есть это не 1000, не 2000 евро, это 17 тысяч рублей за всю сделку. Если тебе понадобится, ты решишь сюда переезжать, поделюсь контактом без проблем. Мне не сложно, а тебе это сколько денег сэкономить? Ну это упрощает на самом деле, да, когда вот уже ты прошла, уже все, и можешь уже конкретно посоветовать людей, которые точно не обманут, и которые точно помогут с оформлением всех этих сделок. Если вдруг вас тоже заинтересовала эта тема, мы оставим в описании ссылку на инстаграм Лиды, и Лида ответит на все интересующие для вас вопросы. Если понадобятся контакты, мне не сложно вам их дать, а потом они все русскоговорящие, можете свободно с вами общаться. Что я вижу, это настоящая мечта фрилансера? Это балкон. Здравствуйте. Мечта фрилансера это балкон. Это мое рабочее место, кстати, компьютер привозила из России, прям в чемоданах, прям задавала в багаж. Это балкон, кстати, балконы оборудуют не так, как в России. Здесь отдельное секционное стекление, и оно с затемненными стеклами. Впервые вижу такое окно, интересное. А можно в ту сторону, да, еще? Ну нет, в ту сторону отдельно убирается. Итак, ребятки, за неспешной прогулкой и разговорами мы дошли до центрального городского пляжа Эрдемли. Эрдемли, Белидьеси, Халк, Плежи. Ребятки, давайте посмотрим, что у нас тут за пляж такой. Вижу, что здесь песок с краплениями какого-то, какой-то мелкой гальки. Здесь вижу переодевалки, WC, туалеты. И даже вот такой вот причал с маяком. Ну, тут вообще просто раздолье. И, конечно, моя одна из самых любимых тем по жизни – это рыбалка. Рыбаки бросают удочку. Давайте подойдем, посмотрим, что поймали. А сейчас вам покажу город. Или кусочек города Эрдемли со стороны пляжа, как выглядит. Вот, смотрите, две девчонки какие-то идут. Девчонки, вы откуда будете? Девчонки из России, нет? Дорога, парковка и вот такой дугой пляж. Городской, бесплатный пляж. Насколько я вижу, они пока ничего не поймали. No fish? No? No? Yok? Yok? Классно, здесь, наверное, никогда не бывает крупной волны. Закрыта. Закрыта бухта от ветров и большой волны. Ребятки, давайте прогуляемся от отеля до моря. Дорог до моря идет через новые жилищные комплексы, которые вот недавно построили, либо еще строят. Они, по большому счету, еще половина не заселены. Вот, ребята, имейте в виду, кто хочет на ПМЖ в Турцию. Селок, городок Томюк, а если быть точнее, Тюмюк, даже как-то так. Тюмюк находится в 30 километрах от делового центра Мерсин. Мерсин это город-миллионник, там же находится и аэропорт. И от Томюка, также недалеко, находится районный центр провидции Мерсин, Эрдемли. Проходим как раз по территории одного из жилищного комплекса, прямо на берегу моря находится. Большие стоянки для парковки автомобилей, достаточно зелена, пальмочки. В Томюке, кстати, проживает достаточно большое количество русскоязычного населения. И я не удивлюсь, если через 2-3 года Томюк будет нечто похожим на Махмутлар. Это такой же русскоговорящий район, микрорайон, пригород Аланья, где около 60-70% составляет русскоязычное население. Вот эти окна выходят на море, здесь пальмы и вот там вот море находится. Кто хочет переезжать в Турцию, ищите на сайтах Томюк, Эрдемли, район Эрдемли. Много еще квартир по достаточно, ну скажем так, нормальной цене. Ну что такое нормальная цена? Ну это зависит от того, какой этаж вы хотите, какой метраж вы хотите, на каком этапе строительство вы купили или вложили свои средства в свою квартиру. Ну примерно, примерно 2,5 миллиона, плюс-минус. И от этого уже скачет планка вверх или вниз. Район очень быстро развивается, застраивается. И здесь будет вообще, ребятки, обалденно. В плане транспортной доступности Томюк находится, как я уже сказал, 30 километров от Мерсина. Или по южной трассе Д-400 до Алании, вдоль берега Средиземного моря. Вы быстро проедете за 3 часа до Алании. Вы прилетаете в Аланию, и оттуда около 3 часов едете на машине или авто. Но еще ближе, до Мерсина. Аэропорт Мерсина находится в 30 километрах от Томюка и Эрдемли. Ух, какая красота, чувствую, даже не чувствую, представляю здесь, когда это все окончательно достроят. Туалеты, флаг Турции. И такой вот огромный, ребят, бассейн будет. Вы только представьте, когда здесь будет водичка. О, вообще бомба лейла. А если вам надоел бассейн, оба, и море. Людей вообще нет еще. Тихо здесь. Видимо, еще только-только дом сдается. Или даже не дома, а вот этот весь жилой комплекс. Машин мало. Дорога. И море. Вот все вот, прямо вот в шаговой доступности. Кстати, не знаю, здесь будет ли разрешен проезд автомобилей. Это будет чисто набережная для пешеходных прогулок. Пока не знаю. Идеальное место для прогулок пешком на своих двоих или на велосипеде. Идеально. Особенно, наверное, осень, зима и весна. Летом, думаю, жарковато будет. Один комплекс я вам сейчас показал. Зия-Эрден. А тут прям соседствует второй. Дальше мы не пойдем. Второй, третий. Пляж шириной, ну, примерно метров 20-25. Песок такой темноватый, с краплениями гальки. И смотрите, вот на горизонте виднеется город Эрдемли. Это районный центр провинции Мерсин. А пока я вам, ребятки, все рассказывал, показывал. Наташа, смотрю, уже оголилась. Наталетчик, расскажи, как водичка? 20-го ноября-то. Наташа говорит, 23 градуса. Это самый точный термометр на планете Земля. Она сразу моментально определяет температуру. Да, ребят, хорошее место. Поэтому я не вправе вам советовать, но рассмотреть, проанализировать этот вариант. Те, конечно, кто хочет уехать на ПМЖ. Вот район Томио, Эрдемли. Очень хорошее место, ребят. Я уж ходила, восторгалась. Я всем все сказала. Ну, как прекрасно, ты идешь, гуляешь себе. Обычный жилой комплекс, пальмочки рядом, тихо, спокойно, рядом морюшко. Бассейн еще, да? Мечта идиота. То есть, я так понял, по твоей реакции, переехать сюда на ПМЖ или хотя бы на осеневку, зимовку, ты не против, да? Причем дома расположены под углом к морю, поэтому, какую бы квартиру вы ни купили, у вас всегда будет А. Вид на море, Б. Вид на бассейн. Такая набережная здесь. Наталек ходит, кайфует. И вот такая вот рощица, пальмовая-сосновая. Рядом маркеты, магазинчики. Много еще не открыто, но уже заложено. То есть, смотрите, ребятки, Зия-Эрден, так вот, он заканчивается вот этим розовым домом, красноватым домом, и здесь начинается другой комплекс жилищный. Здесь уже Димир-Эв-Лери. Ну, понятное дело, что Томюк-Дейр-Демли тоже находится далеко от места эпицентра событий. Тихо, уютно, спокойно. Вот кто вот это все любит, лучше вот ехать, наверное, вот в эти места. Да и цены, ребятки, на недвижимость в Анталии и Алании будут в 3-5 раз дороже за аналогичную квартиру по метражу, чем в Эрден-Ли и в Томюке. А посреди этих жилищных комплексов, ребятки, идет стройка аквапарка. Доган-Доган-Аквапарк. Уже вижу там будущие горки, бассейны, водопадики искусственные. Аквапарк Доган. Прямо среди жилищных комплексов. Я вот думаю, его через полгодика, годик сдадут. Вот угадываются навесы. И здесь, наверное, будет зона фудкордов. Здесь вот будет водопадик искусственный. Что здесь еще угадывается? Угадывается то, что сейчас плюс 28 градусов. Еще идут строительно-отделочные работы. Это все понятно. Ох, смотрите, сколько много апельсинов. Ну вот бассейн. Но с этой точки не видно его. Вот он чуть выше уровнем, бассейн. Дома еще не сдали. Уже смотрите, тарелки полностью. Все квартиры, все квартиры увешаны спутниками-тарелками. Вот оазис. Классно. Попомните, ребята, мои слова. Запомните, что скоро Томюк, Эрдемли. Это тоже будет туристическим центром. Но даже не туристическим, а местом притяжения на ПМЖ людей из других стран. Наташа, сядь. Попку наколишь себе. Провалишься, да? Ну, для детеныша, наверное. Конечно, яблоки, сливы, вишни, абрикосы. Мы все это привыкли видеть в России. А здесь мы видим цитрусовые мандаринчики. Как новогодние игрушки. Висят на елке. Если упало, можно брать. Это уже не воровство. Грейпфрут, да? Не пахнет. Пахнет грейпфрутом. Да, не зря называют Томюк, Эрдемли. Неофициальной столицей цитрусовых. Ну, прикиньте, вот здесь вот жить, да? Вот на балкончик вышел. Посмотрел на пальмы. Посмотрел, как люди купаются в бассейн. И там дальше море Средиземное. Давайте зайдем в этот жилищный комплекс и пройдем его насквозь. Бай-бай. Гуля-гуля. Возвращайся. Возвращайся. Опа, прошли мы насквозь. А здесь выход на парковку. Достаточно большая. Я думаю, машинам тут вообще место будет немерено. Созрел. Грейпфрут. Созрел уже вкусный, да? Пробуй. Он созрел. Но это грейпфрут, он созрел. Но грейпфрут имеет всегда немножко такой вкус. Кисло-сладко-горький. Выходим из аквапарка Доган, Дохан. И сразу выходим к морю. А еще я, конечно, допускаю, что люди скупят квартиры, как местные жители, так и какие-нибудь из стран СНГ. И будут их просто сдавать, как это практикуется в том же Махнукларе, около Алани. Да и везде, в общем-то, и в России тоже. Купят квартиры, потом их сдают. Махнукларà. Продолжение следует...